На дорогах очень участились несчастные случаи аварийной обстановки с участием автоперевозчика. Была проведена с ними встреча, совещание, по итогам которого выработана целая программа наших взаимоотношений на ближайшее время. На сегодняшний день можно сказать, что есть уже первые результаты той работы, которая проделана. За отчетный период с начала нашего совещания мы провели 5 проверок транспорта, работающего на городских маршрутах, проводили их на диспетчерских пунктах, на конечных остановках. Так проверили в Центральном районе диспетчерский пункт на 23 микрорайоне и на 17 микрорайоне. В Кальминском районе диспетчерский пункт на конечной улице Курчатова, в Левобережном, Восточном, в Приморском районе на диспетчерском пункте Черемушки. Всего было проверено 102 автобуса, по 42 автобусам, скажем так, почти 42% замечаний не было, автобусы находились в хорошем техническом и санитарном состоянии. Эти автобусы принадлежат, я назову предпринимателям и организациям, принадлежат физическим лицам предпринимателям Ключенко, Лещищак, Губка и предприятиям Мариуполь Авто, Мариупольская АТП 11402. Также было выявлено 34 автобуса с нарушениями, которые касались внешнего вида салона автобуса, были порваны потертые сидения, напольное покрытие было в невовлетворительном состоянии. И 29 автобусов с нарушениями внешнего вида автобуса, коррозия на кузове, лопнувшие стекла, отсутствие драфаретов, ну и также санитарное состояние. В результате наших проверок были изъяты разрешения на эксплуатацию автобусов на маршрута в количестве 9 штук, автобусы были сняты с перевозок до устранения нарушений. По результатам проверки по каждому замечанию перевозчиками были составлены графики. Устранение этих нарушений разрешения мы отдавали только после того, как эти несоответствия были устранены. Также, кроме этого, в нашей проверке принимали участие работники полиции. На 6 перевозчиков сотрудниками полиции были составлены протоколы админ воздействия, 5 автобусов по причине несоответствия протектора ШИН и 1 автобус из-за отсутствия страховки. Все эти замечания, естественно, перевозчиками были приняты к исполнению и устранены в самые короткие сроки. Мы принимали участие в СОР и проводили проверки по внеплановым инструктажам на базовых предприятиях и по сдаче экзаменами водителей знаний правил дорожного движения. Так, посетили 5 базовых предприятий. Мариупольская АТП 11402, Мариуполь авто, физическое лицо предприниматель Филатова, Приазовская АТП 875-002 и Азовская АТП 875-222. Скажем так, уровень знаний водителями пока оставляет желать лучшего, поэтому всем перевозчикам рекомендовано было усилить обучение, инструктажи и проверку знаний, довести уровень знаний до высокого уровня, чтобы жители города Мариуполя могли не опасаться за то, что их перемещает безопасно маршрутный транспорт. Полностью переработан договор на оказание услуг по перевозке и на оказание маршрутных такси, которые становятся на лидер. Эти договора сформированы, исходя из лучших практик таких же договоров в других городах. Этот договор дополнен конкретными правилами, которые автоперевозчик должен соблюдать, и только выполняя эти правила, он имеет право осуществлять перевозки по маршрутам города Мариуполь. С 1 января по 31 марта за 3 месяца подбитые итоги 12 ДТП произошло с участием маршрутных таксей и с их ремонтом. Из них 6 ДТП с пострадавшими, первое, при Азов Авто 1, 29.03, 1 ДТП, 9 человек пострадавших, это наше резонансное ДТП. Это же предприятие 29.03, 2 ДТП, оно допустило с одним пострадавшим. Мариупольское ДТП, 11.402, 18.01, 1 ДТП, с одним смертельным исходом. ЧП Кобец, 19.02, 1 ДТП, 1 пострадавший. Пострадавший, это значит, человек жив, но пострадал. ЧП Лещищак, 28.01, 1 ДТП, 1 пострадавший. 6 ДТП без пострадавших. Мариупольское ДТП, 11.402, 19.01, это же предприятие 26.02, это же предприятие 20.03 и это же предприятие 25.03. И еще два предприятия ООО «Богдан Авто» 16.03, 1 ДТП, 3 Азовское АТП 875.02, 20 марта, 1 ДТП.